Московский Спартак и Тольяттинский Акрон В нападение выходит главный бомбардир команды, забивший 8 мячей в минувшем розыгрыше ФНЛ Андре Спонсе У Спартака пока без новичков, но зато с Квинси Парамесом, с Виктором Мозесом и другими важными игроками для красно-белых начинает матч Гильермо Абаскаль Спартак одну товарищескую игру уже успел провести, сыграл в ничью с торпедом 2-2, дубль как раз-таки оформил восстановившийся Виктор Мозес Если говорить о том, в какой форме находятся футболисты Акрона, то они завершали свою предсезонную подготовку Трехнедельный сбор команда Евгения Калешина провела в Москве, обыграла Сатурн 4-1, сыграл в ничью с торпедом 2-2 Еще две игры против московского Спартака, которые должны были подытожить все труды Евгения Калешина и его команды Спартак начал достаточно активно, Акрон пытался отвечать контратаками Очень дисциплинированно играла команда Евгения Калешина в обороне И было видно желание обоих клубов выходить из обороны через пас и за счет красивых комбинаций создавать момент Одна из них прошла у Спартака в середине первого тайма после фланговой подачи Игравшего на позиции правого защитника Даниила Денисова Классно пробил головой по мячу Павел Милешин и тот от штанги залетел в ворота Буквально через полторы минуты Акрон отыгрался Тоже пас справа фланга, который сделал Савичев, кстати, воспитанник московского Спартака, не выступающий за Акрон И воспользовался неразберихой штрафной соперника Понце Он сделал счет 1-1 При такой результате команды и отправились на перерыв Был еще момент у Дуарда, который после подачи со штрафного пробил головой по мячу, но направил его выше И хороший шанс у Акрона выйти вперед перед перерывом Но мяч разминулся с воротами Александра Максименко Во второй половине игры активен был Пинси Промес Пробил по воротам Волков, Акрон выручил Промес много бегал, открывался, получал передачи из глубины Но до реальных моментов долгое время дело не доходило Спартак никак не мог забить свой второй мяч Удар Пруцева вышел не сильным и Сергей Волков с ним легко справился Акрон продолжал выходить из обороны через пас Продолжал пытаться проводить быстрые атаки Но нельзя сказать, что было много работы у Александра Селихова Который по ходу встречи заменил Александра Максименко Ближе к окончанию второго тайма Вот такой момент у Спартака И здесь действительно вполне можно было забивать и выходить вперед Но блестящую реакцию продемонстрировал вратарь Акрона Сергей Волков В итоге команды, обменявшись голами в первом тайме, во втором друг другу ничего не забили И первый матч между Спартаком и Акроном завершился в ничью со счетом 1-1 С Альятинским Акроном фрагменты второй игры мы сейчас хотим предложить вашему вниманию Если в первом матче на поле у Акрона вышел сильнейший состав, то во второй встрече Евгений Калешин уже давал возможность некоторым молодым футболистам себя проявить Плюс сыграли новички-легионеры Внимание, Анжелкович и Буэн Димоски Два защитника, Димоски-Македонец Анжелкович-Серб, который недавно подписал контракт с Акроном И стал третьим легионером в составе команды Евгения Калешин У Спартака состав сильно отличался от того, что проводил первый матч В воротах был Селиков, Джеки и Чернов сыграли в центре обороны На месте права защитника вышел Павел Маслов Ну и три молодых футболиста в центре полузащиты Оказались у Гильермо Абаскали И это привело к тому, что, в общем-то, Акрон лучше начал эту встречу Уже на второй минуте Руслан Апеков вывел гостей вперед Получив передачу из центра поля Никто его не встретил И Апеков очень классно, аккуратно пробил в дальний угол ворот Александра Селикова И моментально Акрон стал лидером в счете по ходу этого товарищеского матча Ну и в принципе надо сказать, что особенно в первом тайме вот этой второй игры Игра у Спартака особо не получалась Не сохранялся мяч в центре поля И моменты, если возникали какие-никакие, то только после стандартных положений Вот одно из них удар по мячу нанес Георгий Джеки Евгений Турбиин обслуживал эту встречу И суммарно игрокам Спартака Акрона показал 4 желтые карточки Такое количество предупреждений далеко не в каждом контрольном матче можно увидеть Игра у Спартака стала налаживаться после перерыва Когда в опорной зоне появился Найлю Бяров Спартаку удалось забрать мяч под свой контроль Акрон стал обороняться очень мощным блоком, который располагался около своей штрафной площади И рассчитывал на контратак В одной из них Акрону удалось создать хороший момент Но уже поменявший Селихова Илья Свинов свою команду выручил Ну а ближе к окончанию матча еще одна атака Акрона Все-таки голом завершилась Высший на замену составе Акрона правозащитник Александр Попов Прострелил штрафную мяч Коснулся наде Леона Классена И залетел в ближний, нижний угол ворот Ильи Свинова 2-0 Акрон смог увеличить свое преимущество Концовку матча, конечно, Спартак провел в атаке И были некоторые ситуации, которые могли завершиться взятием ворот Георги Джинке и Никита Чернов Два защитника высоко располагались Постоянно пытались снабдить мячом Александра Соболева У которого в концовке встречи один момент все-таки возник Ну и был вот этот удар Лайкина После которого мяч пролетел над перекладиной В итоге победа Акрона со счетом 2-0 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok